бери даешь охранник говорит что всю ночь будут то будет так что веселье начинается вот такая вот картина здесь когда-то был мост моста нет езжаем фазенду какие-то там у него ананасы уроники тайну не объем влёкся мы пошли еще дальше пока пол первого не нашел где поесть поэтому сейчас буду питаться подножным кормом осиролы думаю никто на меня не будет сейчас искать собак тем более он копавших возьму парочку ягодок пять штучек вот такие то не классный фрукт делают сок с них очень приятная они кстати по моему растут постоянно опали потом следующий следующий круглый год в общем есть практически всегда чуть отъехал и смотрите что здесь вообще все в этой роли бери даешь я спросил уже могу немножко взять к это можно если ощущение что там вообще и не собирают ведь какая-то более жесткая вообще вот все 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 и здесь касается касается тоже начало четвертого я уже пообедал просто хочу показать этот такие тоже поля бывают луга заливные там впереди плантации эвкалипта ситуация такая что все места куда еще съеду называется прада и камбушать камбуро шатива что такое сейчас google maps показывает что там наводнение и там проблема что потом дальше практически невозможно выбраться с тех мест придется возвращаться на трассу опять там назад 70 километров еще не уверен что я сделал правильный выбор но уж рядом оказался вред ли окажу здесь еще раз поэтому решил поехать вот смотрите у дороги такое идеальное поле идеально ровно сейчас можно каток делать практически только там много лишняя все залито водой вот уже четыре часа тучки сгущаются ветер все еще в лицо не могу быстро доехать но пока вот я выехал с обеда два мотоциклиста проехали один ехал рядом ну там помоложе парень чернокожий говорит что он тоже до рио доезжал путешествовал и еще минут 15 я дальше проехал и сейчас мотоциклист проехал остановился может тебе что надо я говорю ну не знаю где буду ночевать я вот там вот соседний поселок который первый сейчас будет не помню имя город типа что такое там кантинку ручку-то ресторан запишите поедь туда а вы владелец не гри мой друг оставил свой номер имя ну походу я уже нашел место где как как минимум поставить палатку так что так вот ехал и переживал найду ли я место ночлега тоже еще не доехала уже поэтому надо ехать а не очковать все очень многое находится в пути и находится пути и потом находится а вот здесь сейчас заедем посмотрим алкабаза признать алкабаза но очень похоже на алкабаза и вот такой вот кит на въезде на самом деле здесь недалеко есть остров какой-то и там киты размножаются есть какие-то туры но можно заплатить много денег а кита не увидеть если бы знать наверняка что там кит тогда уже ладно разочек заплатить можно что 60 километров проехал и вот я на пляже ветер никто здесь не отдыхает но давайте просто покажу если ветром меня не заглушает вот он длинный пляж плавы не хочу но пока не хочу там чуваки кричат в доме сейчас давайте за землю они там рукой машут пивка пивко пьют с музыкой чуваки там настойчиво машут уже бутылкой пива трясут и ну сейчас под это поздороваюсь я в принципе доехал что мне сейчас спрошу вай фай а то у меня только 2G здесь наверное сами отдыхают здесь ну ну эй 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 эти два места, куда я собираюсь, или собирался уже, потому что там реки из-за большого дождя размыли дороги, и попасть можно, как-то можно, но в объезд, сейчас вообще буду думать, стоит ли туда вообще ехать. Они мне сказали, что здесь есть какой-то чувак, который велосипедистов без проблем принимает, и вот я сейчас пока туда еду, сейчас узнаю, просто пока рядом, что да как, можно ли остановиться, смотрите, вот сказали, что в этом доме живет какой-то чувак, который принимает, здесь какой-то аргентинец остановился, но суть в том, что вот на фото домик такой красивый, а вот реальность, вообще другой цвет, и главное, что вот там вот окна выбиты, вообще не похоже, что здесь кто-то живет, но замок такой, что, ой, ботарди, что как бы свет горит, да отсюда никто не выходит. В общем, забавно, что вот так вот оно выглядит, и на Google Maps фото совсем по-другому, и эти чуваки сказали, что здесь ау, собака есть, кто-то есть. интересно. Ладно, кто-то живет, но, наверное, все-таки я поеду, пока еще дождя сильного совсем нет. Так, смотрите, еще полтора часа назад у меня было два варианта, было все отлично. Приехал сюда, 15 километров проехал, пишу мужику, я уже здесь. Мужик такой, а знаешь, я типа волкобаса, откуда я приехал, такой, буду завтра здесь с 8 до 10, в этом месте, говорит. Чеба мой сын уехал в другой город и ничего не пишет, да, нет какого-то друга, там что-то говорил, а сейчас вдруг пропал куда-то. Такой, что там у тебя с банком? Ну, какой-то дуракский вопрос, потом, как там ты там пополняешь свой банк? Какое-то чушь! Как бы, классно я здесь, может быть что-то подскажете, раз вы меня позвали. Ну, так не звал не говорил что раз позвали может что-то подскажите где можно заночевать и он такой опять какой-то вот вопрос учета про бан там и такой говорит если ты здесь бы надолго мы вы что-то решили тут что-то бы сняли сейчас скоро дождь начнется нужно где-то палатку поставить вы знаете подскажете или мне саму искать другая тебе лучше возвращаться алкабаса потому что там повыше а здесь пониже и все залито водой да сейчас залиты водой на самом деле в рядом луга и и такой супер пишем супер как бы я и планировал ночевать волкобасу до того момента пока вы не позвали меня сюда большое спасибо ну я не сказал большое спасибо но отлично я в принципе так и планировал но вы позвали меня сюда все и он пропал больше ничего не пишет ну и хрен с ним кстати вот написал этому паша павел путешествует такой тоже на велосипеде немножко впереди меня сейчас сальвадоре или уже выехал и вряд ли вы догоню ближайшее время может быть повезет попозже если он это задержится и он кстати тоже волкобаса ночевала там вот прям у этого дома и вот то ему тоже советовали но он не не в доме не внутри а прямо где я снимал ворота у меня стояла палатка вот прям на проходе вот так вот . бы ну там тихо спокойно и но все равно это на стрёме люди ходят рядом ты сидишь палатки не знаешь кто там что будет рядом делать мужик конечно красавец вот смотрите здесь этот въезд в эту резорт зону и я выезжает думаю надо спросить смотрю здесь вот заброшенная заправка говорит что какие-то проблемы с документацией там вот есть козырек я сейчас прям может под козырьком поставлю палатку не буду ехать платить там долларов 8 придется за кемпинг либо я сегодня в душе был сильно не вспотел тут есть вода и послушайте какие песни и говорит охранник говорит что всю ночь будут то будет так везде такие луга заливные сейчас я помолчу послушаем песни классное место будет ночевки лучше не придумаешь у дороги под козырьком но с охраной круглосуточной там есть вода набрать можно и лицо умыть и ноги можно умыть здесь бы тоже было бы классно но думаю у охранника здесь будет проблема если остановлюсь вот здесь ночевать это чтобы от комаров как комариков защищать так если бы не комаре я вообще просто положил бы здесь и спал бы конечно не очень чисто на земле но у меня есть это подложка там есть душ и зарядка поэтому есть все что надо сейчас роллтончик кстати один раз где-то с бразилиан какой-то делал и они в общем говорят что надо варить эти три минуты и да не надо ничего варить вот берешь заливаешь и все показал да ничего себе вот вот это да оказывается говорит можно и не варить а просто залить пиком так это здание выглядит утром семь утра солнце светит мощно два часа как рассвело и вот там вот был вариант заправки а я еду в соседний городочек прада уже чуть побольше так что пока такой сел банан апельсин и все может сейчас подарил будет с нормальной ценой кофе там попью позавтракаю немного вот без прада здесь один мост точнее может мост не один но здесь мост с одной полосой и вот нет никаких светофоров надо ждать пока кто-то заедет кто-то заехал первый значит надо ехать сами люди как-то регулируют на таком расстоянии насколько метров 200 видят что какая-то машина подъехала и останавливается отсюда еще 33 километра до следующего поселка там кстати уругваяц сейчас вроде написал что вроде как спросит можно ли там по волонтерить написал что если несколько дней было бы классно типа четыре часа там что-то поделать поработать и жить бесплатно за 4 часа это сколько он там кемпинг стоит 30-40 реалов то есть получается 10 реалов в час ой 2 доллара в час ну конечно зарплата к себе но с другой стороны у меня это и такой нет сейчас так что так мой путь туда но я пока сейчас заверну на пляж но что-то я ожидал получше в общем там городок такой как бы ну обычный город и тут уже начинается перед пляжная зона но тут уже все песок и городок такой нормально не километра три в длину наверное на самый крупный в этом регионе океана я думал сейчас проеду вдоль пляжа немного вдоль этого города а тут-то ехать особо нет здесь вот чья-то территория и конец пляжа в смысле пляж то есть а дороги на нем нет такой вот дикое место немного едешь такой по асфальту едешь не видишь и все приехали озеро конец асфальта тут все начинается тридцаточка песчаной дороги надеюсь я не забуксую и вот они снова эти виды на пляж на обрывы люди запускали мини дрон мавик мини не знаю какой но иногда ветер такие порывы дает что я бы еще подумал перед запуском стоит ли что веселье начинается вот такая вот картина здесь когда-то был мост не знаю как давно может быть обвалился река океан там довольно глубоко но есть лодка и вот эти ребята приехали сюда сейчас наверно попросить их помочь переплыть спасти этот велосипед с поможем велосипед закинуть он потянет лодка спасибо за лодочку кто оставил потому что здесь по-другому думаю здесь очень глубоко переходить плюс волна она накрывает периодически и тогда вообще тяжело стоять надеюсь дальше без этого без приключений будет вот такой вот утесик остался здесь океан вымыл обсыпалась а здесь дорога обсыпала там видно что обсыпается какой-нибудь дождливый день очередной скажем что метром то все может вообще завалить ну и смотрите как обычно когда люди помогают мне грузить велосипед практически всегда они ломают либо щиток который уже нету палочек на держание либо мое древко и вот оно поломалось опять вперед на абордаж так что-то завела на абордажа не будет пойду пешком по берегу надеюсь это место куда еду стоит этих усилий что ж не опять основа моста нет и вот такая вот маленькая речушка сейчас давно когда большой дождь видно здесь размыло все и снесло к чертям вроде как можно пройти здесь вот но забор хотя вот там наверно можно пройти а дальше там ворота какого-то черта сейчас пойду на разведку только что ворота раскрылись ветром поэтому пойду без разведки что пора перебываться на ходу потому что опять порвалось очередной раз вот тут стерлась даже вообще уже до до начала видите у меня ступа еще чуть перекошенная на еду вот и стирается один край я бы купил бы еще раз такие же но проблема в том что не то что в бразилии нет их вообще нигде нет в интернете только женские на ebay буш не видел осталось 15 километров сейчас проехал там один мост который еще был целый хотя там тоже в одном месте чуть земля просыпалась провалилась вниз и вот я чувствую что я еду еду и где-то сейчас случится что мне придется вообще возвращаться 8 здесь очередное место с речушечкой пока еще целая да но пока еще обвал не за горами вроде труба специально чтобы вода приходила нет здесь размыло на машина не приезжает уже и вроде-то вот особо ничего нет здесь как-то подбыло с этой стороны на вода аж сюда била дожди мощные были везде дорога и размытая мужик там только в доме спросил что там как там мосты ремонтируют негрю никто не ремонтирует даже здесь просто вода фух размыло все выбрался на более серьезную дорогу она тоже без асфальта но если я буду возвращаться то я поеду уже по ней вот смотрите кажется что просто такая зеленая опушка полянка с какими-то кустиками или высокой травой но нет это мангровые заросли которые на воде смотрите здесь дерево с джекфрутом и прям рядом соседнее дерево гаябада или гравиола вот здесь какие-то работы ведутся перекрыто но уже вроде можно перекрыли теперь все поехали вот здесь засыпают ремонтируют так что если думаете что там никто ничего не делает просто сидят и ждут все работают здесь так вот пару слов прикинулись он приезжал мимо где ты обедал еще пока нет поехали и вот тут фазенда езжаем фазенду какие-то там у него ананасы кожу то есть кишью и скот первое место где я забуксовал на фазенде там были конечно же тяжелые места но можно было проехать какому шама мангаба мангаба пока до 7 пока азида асида что вот мангаба мангаба пойдем смотреть на мангаба мангаба фазенда этого региона а и и и и и и и и и Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Очень много бесплатно. Он очень желает, чтобы вырос! Он очень high up высоких видов. Очень много, очень много. С более чем много. Очень много. Всё же очень хирурган. Я хочу, чтобы все люди являются в дляходе. Я сегодня в свое времяhdаляйся. Я хочу прямого из Даль Secondы. И я хочу, чтобы все люди есть все хорошо. И вот что интересно с этим фруктом, что если сорвать с дерева, то там будет такой сок, большой не знаю, и есть нельзя, там будет прям как молоко, потекло, в манго что-то похожее, и я взял укусил, и там прям все в соку, все горечь, то есть надо земли, такой собирать, который можно есть, ну вот заехал уже в город, и здесь тоже вот размыло все, практически к чертям, машина не проедет, там на мотоцикле можно, но раз здесь машины где-то они наверное въезжают, я так думаю, а мой кемпинг будет где-то не у океана, метр пятьсот от моря, море типа на горе, но в горе вроде особо не будет, но это место называется гора, ну что я говорил, надеюсь доберусь за три часа, в итоге сейчас уже пол шестого, то есть я приехал пол шестого, здесь еще побыл, уже пол седьмого, в общем мне выделили прям царскую кровать на первую ночь, и с личной баней, в плане банейр, то бишь, туалет и душ, душ сходил, но воды теплой не было, ну да ладно, кстати не показал, уже Кэтсон дал мне ананас, но он немножко помялся, отбился об мой коврик, пока вез по этой неровной дороге, еще забавно, что, чтобы вырастить новый ананас, вот эту штуку надо убрать, и всаженец, тут даже вот два ростка у этого, это интересно, и этот ананас с колючками, и он говорит, что это лучше, типа, которые, типа, промышленные, они без колючек, хотя эти колючки особо не колятся, так, и смотрите, что еще есть, тя-дам, вот такой вот ананасик на сувенир, сейчас спросил, реально вот то, что там я показывал в городе, развалился этот асфальт, практически весь, и все, что машины остались на той стороне, от которой я проехал, это больше половины города, и они не могут выехать, плюс там еще несколько пляжей, несколько поселков, километров 12, они тоже, по идее, не могут выехать. В общем, вот кемпинг, но сегодня дождь сливанул с утра, и надо было что-то убирать, но в итоге из-за дождя нет, сейчас он прекратился, я вот снял эту пленку с крышечки, и так, по мелочи, сейчас пойду рубить банан, никогда не рубил еще банан. О, в общем, надо рубить где-то здесь, и тогда, тогда вырастет новое. Какой-то он супер мягкий, вообще входит только в путь, надо его просто взять и завалить. Там еще бананчики есть, ну ладно, я не могу рубить и снимать одновременно, поэтому будем рубить банан без вас. Все, обрезана пальма, я еще на всякий случай взял топорик, но не знал, что они очень-очень мягкие. Это вот с нескольких ударов срезается, и все, вот смотрите, срезается, и новое вырастает, которое потом может дать бананы, вроде как так. И листья очень легко срезаются, тоже такие большие еще, все в соке, очень много воды. Вот я покидаю этот город, городочек Камбурашатива. Я ничего не показывал, потому что на самом деле здесь ничего такого интересного нет. Небольшой поселочек, одна улица, сейчас еще не начался высокий сезон, довольно тихо, спокойно, никого нет, даже вечером мы ходили, там почти все магазины не работают. Даже трудно какую-то еду купить. Одна пиццерия там на улице, одна какая-то закусочная, два бара, и все. Я побыл в кемпинге там немножко, человеку ерунды поделал, какое-то время тратишь, а как бы, ну, что-то делаешь, но нет удовлетворения этому. Такое ощущение, что время просто впустую потратил, потом оно немножко растянуто. Там дожди были здесь, я здесь провел почти неделю, но почти все время были дожди, и вот сейчас такая хорошая погода, и я уезжаю. Несколько дней я провел в кемпинге, потом познакомился с бразильянкой японской крови, то есть это мама и бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой с Японии. Ну, как бы, она здесь тоже снимает домик, она с собаками, цифровой кочевник, хотя она работает, ну, не в IT, но может работать онлайн. И это была комната, и я, в общем, сначала просто так останавливался на две ночи, то есть работал в кемпинге, поставил там палатку, и потом заезжал к ней в гости, и там ночевал, но без всяких каких-то отношений. Просто, друзья, я ночевал в другой комнате. Не вижу смысла здесь, как бы, что-то утаивать, говорю, как есть. Ну, как бы, как друзья, нормально провели время. Наверное, дня 4 в итоге я потом у нее провел, хотя потом увидел, что в этом кемпинге там какой-то барабанный фест проводился, ну, типа уроки барабанов, ну, там куча народов, нормально так стучали, была движуха. Пляж здесь прямо у города, пляж ерунда, хороший пляж, надо ехать. Ну, и вот сейчас здесь будет пляжик, я к нему подъезжаю, который вот этим вот с обрывами песчанами, которые, в принципе, мы уже видели с вами. А сейчас я хочу просто заснять пару хороших кадров на нем. И здесь можно было проехать 60 километров до следующего города по побережью, но это там в основном по пляжу, то есть 30 километров по дороге песчаная, 30 по пляжу, 3 реки пересекать минимум, 2, как, скорее всего, придется платить за то, чтобы пересечь за лодку. Там реки небольшие, и надо знать еще, когда отлив, чтобы по пляжу проехать, потому что там есть скалы, где не проедешь во время прилива. Вот такая-то ерунда, и у меня тонкие колеса, тяжелая сумка, я уже, как бы, не хочу сильно по пляжу. Лучше я по асфальту, может, лишний день, но спокойно, в своем ритме поеду. Все, вот, подъезжаю. Ну, что здесь, вообще некрасиво. И вот здесь уже начинается красиво.